Добрый день, дорогие телезрители! Вас приветствует программа «Дамский клидоскоп» и мои ведущие Анна Березина и Марина Яковлева. Пластика тела с помощью разнообразных хирургических вмешательств была доступна людям задолго до современности. Есть описания операций, которые были сделаны еще до нашей эры в Египте и Индии. Российскими врачами и учеными это направление стало разрабатываться только в 80-е годы прошлого века, а статус самостоятельного раздела медицины пластической хирургии получила только в 2009 году. На сегодняшний день разнообразные центры и клиники косметологии и пластической хирургии с завидной регулярностью открываются в Москве и во многих городах России. Ее популярность растет с каждым годом, а применяемые методики и оборудование постоянно совершенствуются. Сегодня мы будем говорить о пластической хирургии. У нас сегодня в гостях врач, пластический хирург, косметолог Амжат Аль Юсеф. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу программу. Ну и позвольте, Амжат, начнем с такого вопроса. Вот давайте сразу разделим, что такое вообще пластическая хирургия. Это медицинские показания, либо это какая-то эстетическая проблема? Ну, это область медицины, которая занимается проблемами внешности. То есть это больше все-таки направлено на визитную карточку. Либо это лицо, либо это тело. Действительно, разделить пластическую хирургию можно смело на две категории. Это пластическая хирургия по медицинским показаниям и пластическая хирургия по эстетическим показаниям. Эстетические показания, как правило, это недовольство своей внешностью, либо это какие-то возрастные изменения, которые не влияют на качество нашей жизни. Это влияет только на настроение пациента, когда он смотрит в зеркало. По медицинским показаниям, к сожалению, бывают и травмы, и ожоги, и неудачные переломы, и масса разновидностей, решения которых останавливаются на пластической хирургии также. Но это уже медицинские показания. Если человек не удовлетворяет своей внешностью из-за шрамов, он прибегает к пластике, это называется медицинские показания пластической хирургии. Поэтому две категории дифференцировать очень легко. То есть при консультации уже можно понять, что потенциальному пациенту нужно, и принимать решения для той или иной операции. Давайте поговорим о самых распространенных на сегодняшний день. Вот нашими российскими пациентами что чаще всего делают? Какова статистика? Какие операции? Если разделить на две зоны, то есть в пластике все-таки делятся пластика лица и пластика тела. На лице, конечно, самое популярное – это веки, блефоропластика. Тоже можно, кстати говоря, разделить на две категории – медицинские и эстетические показания. Медицинские – это когда уже настолько нависшие веки, что это мешает нормальному взору. То есть у человека опускаются веки, давят на глаз, он щурится, ему тяжело концентрировать, фокусировать свой взгляд. Ну а медицинские, эстетические показания, они уже никак не влияют на наше здоровье, на взор. Они просто недовольство своей внешностью приводят к этой операции. Значит, это по лицу самые популярные веки. На втором месте я бы поставил ринопластика, это исправление носа. Да. Дальше – это подтяжка лица. Значит, касаемо тела. Касаемо тела, первое, конечно же, это мамопластика, это грудь. Да. Тоже разновидности масса, увеличение груди, уменьшение груди. Пути увеличения тоже делятся путем имплантирования инородного тела. Можно собственным жиром увеличивать. Дальше с грудью мы можем уменьшать, из-за птоза груди по разным причинам. То есть из-за родов, из-за возраста. Это в первую очередь грудь, значит, как мы говорили. Вторая очередь – это липосакция той или иной зоны. Ну, в основном, конечно же, это живот. Удаление жира. Это бока, да. Удаление жира – это живот бока, ну и бедра, ноги, голени и так далее. Ну, вы с нами поделились, что знаете сейчас новую современную технологию в медицине с помощью… Взгляд клеопатры, на самом деле. Нет-нет-нет, я про липосакцию, да, что с помощью какого-то нового метода, да? Да, сейчас набирает популярность ультразвука липосакция. Она… Стандартная липосакция – это вакуумная липосакция. То есть идет разрушение жировой… Откачивание жира тогда? Да, откачивание обычным вакуумным способом, ну, грубо говоря, пылесос, да. То есть… Да. А новая технология? Новая технология – это ультразвуковое разрешение клеток жира. Это менее травматично. Значит, по результатам кожа разглаживается, она становится ровной и ложится ровным пластом на новую ткань, которая образуется под слоем жира удаленного. То есть более эффективная, да? Более эффективная, более эстетичная. Безопасная. Я бы сказал, более безопасная, да, потому что там все же меньше гематом, синяки, отеки. Все это гораздо лучше проходит для пациентов в плане реабилитации. А намного дороже это новое новшество. Вы знаете, аппарат дорогой очень, к сожалению. Но я думаю, со временем все это, как новая технология, удешевится, да. Поэтому если можно терпеть, потерпите еще годика-два-три. Если нет, то… Нет, не намного дороже, я думаю, процентов на 20-30, чем обычная вакуумная липосакция. Ну и, конечно, ваш взгляд… Ваш знаменитый взгляд Клеопатры. Да, взгляд Клеопатры. Ну, это очень многие женщины хотят получить миндалевидные глазки. То есть, и они боялись до определенного времени, что после блефоропластики у них округлится глаз. Очень много вопросов у меня поступало. Не будут ли глаза округлые, как у той или иной известной пациентки. И методика разреза, новая, моя, да, она позволяет нам предотвратить округление глаза. И мы можем даже придать миндалевидную форму глаза. Ну, по работам вы можете это увидеть, конечно же, как это выглядит. Изменяется форма глаза. Человек, пациент какое-то небольшое время привыкает к своим новым глазкам. Но… Паспорт нанять не надо, он будет после этого. Паспорт, да. Кстати говоря, очень многое спрашивают. У меня многие пациенты приезжают из других стран. Но причины разные. Значит, и они меня спрашивают, а меня узнают на паспортном контроле? Не, ну как проблем не было, узнают все. У каждого разная задача приходит к вам для того, чтобы изменить свою внешность, улучшить, естественно. Кто-то хочет кардинально там просто все изменить. Но мне кажется, что надо хорошо выглядеть на свой возраст. Вот так. Или надо сразу прямо от бабушки в девочку превращаться? Как вы советуете, как хирург? Что вы говорите таким пациентам? Вы знаете, я такие вопросы оставляю без ответа. То есть пациент приходит, что вы бы вам не изменили? Как вы считаете, что лучше? Я могу посоветовать по медицинским показаниям, как врач. Да, я советую сделать ту или иную процедуру, вам будет легче жить. Но по эстетике это настолько щепетильный вопрос. И вы, женщины, к сожалению, у вас настроение меняется. И постоянство, да? Да, и сегодня вы захотели, послушались моего совета, вы дико рады. А через месяц вы можете прийти и сказать, зря я вас послушала, лучше бы я осталась такой. Поэтому это вопрос, который остается безответным. И на него ответ только вы сами должны получить. Вы подписываете бумагу, никаких претензий. Да, естественно, составляется договор для того, чтобы... Ну кого-то вы отговариваете? Все-таки приходят, например, какие-то безумные. Вот я задала этот вопрос, потому что приходят с безумными какими-то... Хочу там на Кена походить, хочу быть похожим на Барби. Ну это другое какое-то отклонение там. Но бывает, что просто какие-то... Перебор, да? Не нужно вам это объяснять. Бывают такие отказы? Конечно, бывают отказы. И довольно часто, практически каждый день. Потому что я знаю, какой результат будет. И я точно знаю, что она не будет довольна этим результатом. Может быть, ей кажется, что хирургия способна на то, что... Пластическая хирургия способна сделать ей такую внешность. Но я-то знаю, что что бы мы ни сделали, она не будет такой, какая она хочет. То есть как бы невозможно. А бывает так, что подходят и приходят на консультацию и показывают фотографию. Хочу быть такой, вот такие. Ну, естественно, это около 80%. Ну, мне кажется, ну, в смысле, у каждого свое мнение, конечно. И кто-то хочет вообще резко измениться, помолодеть на 20 лет кто-то. А мне кажется, главное, чтобы узнавали. Как-то, понимаете, ну, вышел... Я знаю пример, когда актриса сделала, говорит, здрасте, я такая-то. И я так, ой, здрасте, ой, правда. То есть и пять лет она просто потеряла свое лицо. Человек. То есть это драма, мне кажется, целая просто драма. Ну, тут тоже нужно понимать, для чего проводится консультация довольно длительная. Иногда она доходит до двух часов. Когда мы четко подбираем с пациентом, что она хочет видеть. Если она хочет освежить лицо, либо она хочет измениться на пять лет, либо она хочет быть такой, как она была 20 лет назад, либо она хочет выглядеть на свой возраст, вот как вы сказали, ухоженно, красиво, и не бросаться в глаза, что она сильно переделана. То есть вот эти моменты вы должны четко обсуждать для того, чтобы принять правильное решение в выборе методики, в выборе, какую операцию проводить. Это тоже очень важно. И от этого зависит исход операции. А вот совсем молодой возраст пациентки является ли ограничением к операции? Ну, если отговаривать, то, конечно, да. Если с точки зрения... И вот она хочет получить медалевидные глаза, допустим, те же. А ей нужен взгляд Клеопатры. И я вижу то, что ей это подойдет. То есть я согласен с ее мнением. Я делаю операцию, и мы оба довольны результатом. И, кстати говоря, вот если переходить с медицинского аспекта на психологический аспект, пациенты после получения той внешности, о которой они думали, о которой они хотели, у них налаживается личная жизнь. Им становится легче воспринимать этот мир. Общаться, начинает себя любить. Да, она начинает себя в первую очередь любить. Она понимает то, что она получила, то, что хотела, и дальше она идет исполнять другие свои желания. Она не становится зацикленным на своей внешности человека из-за той или иной погрешности, как ей кажется. Конечно, большая помощь. Если люди худеют со 100 килограммов до 50, конечно, естественно, кожа обвисает все. И вам такие сложные операции приходится делать по удалению этой лишней кожи. Ну да, абдоминопластика, липосакция, конечно. Ну а мы говорим все, она, она, да? А мужчины делают пластические операции? Вот на сколько сейчас процент мужчин возрос? С каждым годом я наблюдаю, что все больше и больше мужчины прибегают к пластическим операциям. Что делают мужчины? Что больше всего? Чаще всего какие операции делают? Круговые подтяжки? Круговая подтяжка лица, блефоропластика та же, филеры, ботокс. То есть практически все то же самое, что и девушки, что и женщины, но, конечно, не мама пластика, да? То есть не самое популярное. Но бывает такое, бывает ведь у мужчин тоже в комплексе свои какие-то там. Да, там... По уменьшению, наоборот. То есть липосакция молочной железы у мужчин, такое часто бывает. Причина, ну, большие груди, да, гормональное отклонение, такое бывает. Но я считаю это по медицинским показаниям даже. А бывает ли те, которые хотят сделать такой, знаете, такой торс в квадратиках и вставляют даже какие-то пластины? Я видела, это кубики, американцы, кубики, да. Бывают такие у вас, бывают случаи такие? Да, бывают, которые хотят такой результат. Вот, кстати говоря, о новом аппарате липосакции, вот он именно... Это может делать, да? ...можно достичь до уровня квадратиков. То есть это не вставляя никакие пластины, просто... Да, просто подчеркивая свою собственную мускулатуру. Обалдеть. Ну, и, наверное, самый важный вопрос все-таки для наших телезрителей, как пластический хирург. Скажите, вот не называя, конечно, ту клинику, в которой вы работаете, вот как правильно выбрать врача, клинику? На что обратить внимание в первую очередь, чтобы не было никаких-то, ну, неприятностей? Потому что очень много снято передач по этому поводу и написано, очень много жалоб. Ну, вот, наверное, самая главная ошибка в том, что неправильно выбирает хирурга, да, и клинику. Ну, вы знаете, от клиники много что зависит. То есть если клиника уважает свое имя, да, название, то она подбирает такой став, персонал, который уже доказал свою эффективность в пластической хирургии. Если эта клиника на рынке уже более, там, допустим, 5 лет, на 10 лет, то, конечно, это уже показатель. Вы можете почитать про него, посмотреть, узнать. Отзывы, к сожалению, в наше время не совсем отражают реальность. Потому что есть очень много заказных отзывов, очень много отзывов лживых от конкурентов. То есть это не всегда на 100%. И бывает субъективные, бывает, ну, не нравится что-то, а внешне все говорят красиво, а человеку... Да, поэтому отзывам я бы не стал бы доверять на 100%. Конечно, это в комплексе должно быть, но итог это должен таков. Вы приходите к врачу, вы консультируетесь, вы смотрите его собственные работы. У каждого врача должна быть работа до и после. Портфолио. Портфолио, да. И вы смотрите на результаты. Этих результатов должна быть не один десяток, а может быть и не одна сотня для того, чтобы вы удостоверились в том, что вы действительно общаетесь с профессионалом своего дела, и вы можете довериться ему. Образование, стаж. То есть, естественно, с уважением к начинающим специалистам, но за 2-3 года сложно оперировать с гарантированным результатом. Ну, как-то так. Надо комплексно подходить ко всему. Ну и в завершение, Амжат, пожелайте что-то нашим милым телезрительницам, чтобы они оставались одни. Я желаю, чтобы воздействие времени было минимальным и минимально отражалось на лицах. И красота, как это ни банально, это красота души. И счастье, которое отражается на глазах, оно затмевает любую физическую красоту, внешность. Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну, а нам осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня был врач, пластический хирург Амжат Аль-Юсев. Ну, а наша программа продолжается. Вернемся через несколько минут. Мы часто затрагиваем темы, касающиеся женского здоровья. И сегодняшняя наша программа не исключение. Казалось бы, современные женщины стали гораздо более информированными, чем предыдущие поколения. Они точно знают, что посещать врача-гинеколога и мамолога необходимо два раза в год, а беременность планировать заранее. Ну, одно дело знать, другое дело следовать этим советам. Большинство из нас по-прежнему до последнего оттягивают поход к специалисту, полагая, что неприятные симптомы исчезнут сами собой. Сегодня о том, что такое миома матки и чем она опасна, мы поговорим с нашей гостьей, гинекологом Натальей Млодик. Здравствуйте. 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 Добро пожаловать. Добро пожаловать снова к нам. Спасибо. Ну, что же такое миома матки? Миома матки – это доброкачественное образование мышечной ткани матки. Получается такая ситуация, когда за счет того, что нарушается гормональный фон у женщины, начинает делиться быстро и неправильно ткань матки. И вырастает узелковое образование больших и маленьких размеров. Их строение бывает разное. Бывает с преобладанием гладкомышечной ткани, мы их называем леемиома. И бывает с преобладанием фиброзной ткани. Мы их называем фибромы, эти узловые образования. Но все это образование, они однозначно доброкачественные. Но в том числе они могут быть и больших размеров и доставляют большие неприятности женщинам. Поэтому обязательно нужно проходить наблюдение гинеколога, диспансерное обследование каждый год женщинам любых возрастов. Потому что миома бывает в любом возрасте у женщин. То есть даже у совсем молоденьких, не рожавших. Даже не рожавших. А почему они возникают? Да, вот причины какие? Нарушение гормонального фона. Чаще всего это нарушение гормонального фона. А причина таких нарушений, ну в современном мире это и стресс, и неправильные какие-то позиции уже в организме, которые регуляции неправильным гормональным процессом происходят. И многие факторы сопутствующие, наследственные, например, факторы, ожирение, сахарный диабет, наличие других эндокринных заболеваний в организме, они способствуют тому, что у женщины возникают миомоматки. Развивается. Но обязательно её операбельным путём? Или как-то можно не обязательно операцию делать? Можно любым путём её пытаться лечить. Сначала мы наблюдаем, смотрим, как она расположена. В каком месте матки она расположена? В каком слое матки она расположена? Там тоже есть классификация определённых методов лечения, связанных с анатомией этих узлов. Соответственно, бывают внутренние узлы, которые расположены в слизистом слое, под слизистым слоем. Это самые неблагоприятные узлы, которые вызывают кровотечение. Есть наружные узлы, которые расположены сверху поверхности матки. Они наиболее благоприятные. Есть средние, межмышечные узлы. И есть ещё так называемые узлы на ножке. Они бывают и наружные, и внутренние. Но это такая хирургическая градация, которая принципиального значения не имеет. Миома – это миома. И, соответственно, лечение бывает разное. Бывает консервативное. То есть мы пытаемся медикаментозно лечить, наблюдать, отслеживать в динамике, как себя ведёт заболевание. Если у нас не получается медикаментозно, мы тогда уже преследуем другие цели хирургическим путём. Пытаемся решить этот вопрос. Хирургический метод тоже есть разный. Есть лапароскопический. Наиболее щетящий, когда через несколько проколов в животе удаляются только отдельные узелочки. Есть более такой радикальный, кардинальный метод, когда удаляется та же самая узловая форма, выросшая на матке через разрез в животе. Есть наиболее радикальные, когда удаляется весь орган. Сама матка, да? Сама матка. А вот как понять, что именно это заболевание? Каковы симптомы миомы матки? А симптомы? Иногда их не бывает. Иногда женщина приходит просто на осмотр. Кинеколог смотрит на кресле, либо делает УЗИ и, соответственно, говорит о том, что у неё есть миома матки. Иногда женщина отмечает обильные месячные. Иногда межменструальные кровяные выделения. Иногда у неё настолько разрастается миома, что сдавливает внутренние органы, которые расположены рядом. Мочевой пузырь, прямую кишку. Соответственно, очищается позыва в туалет. И наоборот, затруднения при опорожнении кишечника. То есть вот эти разные все симптомы, которые женщина озвучивает, наводит на мысль врача о том, что там надо исключать это заболевание. И, соответственно, мы обследуем и делаем заключение. А бывает, что само рассасывается, что ли, уходит это заболевание неоперабельным путём? Или какие-то... Медикаментоз. То есть и уходит оно? Бывает. Что оно исчезает? Бывает. Исчезает, но очень редко бывает такое. Что гормональный фон как-то вдруг меняется, что какие-то происходят в организме женщины такие кардинальные перемены. Иногда беременность способствует тому, что миома рассасывается. Иногда приём гормональной контрацепции, которую мы назначаем с профилактической лечебной целью, тоже способствует тому, что исчезают узлы. Бывает такое. Но крайне редко. На самом деле миома – это обычно заболевание, которое приходится отслеживать и наблюдать в динамике в течение всей жизни женщины. Потом уже ближе к менопаузе есть вероятность, что миома уменьшится в размерах и практически исчезнет, потому что уже кровоснабжение органа не такое активное, и стимуляция гормональная не такая мощная. Поэтому до менопаузы надо женщину довести, наблюдая. Там уже есть надежда, что миома уменьшится. А после этого уже проще? Да, там уже проще. А в каких случаях операбельного удаления матки? Это же… Когда показания? Да, там есть показания. Размер миомы матки больше, чем 12 недель беременности. Размер матки вместе с узлами. От размера зависит. Размер матки самой. Он должен быть не менее, чем 12-13 недель беременности. Либо это внутренние узлы, которые приводят к кровотечению. К обильному кровотечению межменструальному или к обильному месячному, который вызывает у женщин потерю гемоглобина, аномизацию, ухудшение самочувствия. Есть ситуация, когда сдавливаются внутренние органы, как я уже говорила, мочевой пузырь, прямая кишка. В этой ситуации тогда нужно делать хирургическое лечение. Ну и, соответственно, болевой синдром тоже бывает, когда у женщины возникают болевые ощущения, постоянно связанные с тем, что есть миома, что она растет, что она дает без конца вот такие вот тревожные, неприятные боли, то, соответственно, тоже приходится удалять. Иногда сочетание этих вот факторов, которых я назвала. Ну и плюс отягощение. Вот сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Конечно, они тоже... Какие хронические заболевания? А если девушка, женщина молодая, хочет родить, что вы советуете в таких случаях? Вот и советуем. Лечим сначала консервативно. Назначаем препараты, назначаем гомеопатию, назначаем всякие процедуры и физиопроцедуры, и нетрадиционные лечения пиявками, например, герудотерапию. То есть все факторы пытаемся использовать, чтобы женщина сохранила свой орган, чтобы она могла забеременеть и родить. Конечно, настойчиво советуем ей поторопиться с беременностью, не оттягивать в долгий ящик, чтобы миома не выросла больших размеров. И можно премиомию забеременеть? Да, можно премиомию забеременеть. Вынашиваться беременность? Да, и вынашивать, и родить. И даже есть вероятность, что после беременности она исчезнет. Она исчезнет? Да, меняется гормональный фон, меняется регуляция гормональными процессами. Исчезают эти маленькие, небольших размеров узловое образование, исчезают. Как обновление организма? Как обновление, да. Наталья, а кто все-таки женщин более находится в группе риска? Кому обратить на это внимание? И все-таки действительно, как мы сказали с Марины в самом начале, ходить к гинекологу раз в полгода и наблюдаться? Ну, женщины обычно находятся в группе риска. Это с повышенным весом тела, с нарушением эндокринных процессов других органов, с заболеванием щитовидной железы, с заболеванием поджелудочной железы. Женщины, у которых повышенное артериальное давление, те, у кого наблюдается нарушение менструального цикла, воспаление женских половых органов, у которых проблемы с гинекологией идут уже параллельно с тем, что возникает вот это вот образование. Ну, соответственно, всем женщинам необходимо посещать гинеколога раз в год. И, естественно, мы настойчиво рекомендуем делать это, даже если никаких неприятных ощущений, симптомов человек не испытывает. Тем не менее, иногда вот как находка на приеме возникает неприятное, что мы диагностируем миому, и поэтому лучше начать лечение и наблюдение в малом, так сказать, объеме, когда еще проблема не настолько велика, чтобы потом уже избежать хирургических серьезных лечебных мероприятий. Ну, сейчас есть методики современные, сейчас более щадящее есть лечение, сейчас можно и... Ну, пока до операции, что еще много-много методов, да? Да, да, много методов еще, да, еще можно дойти, так сказать, до них. Вот, есть там современная методика, называется метод эмболизации маточных артерий. Ух ты, это что такое? Это очень такой, вот, можно сказать, ноу-хау в медицине, но, правда, используется очень давно уже для других целей, там, с целью подготовки к операции по удалению миомы, там, эту методику использовали, как бы, узловые образования делали менее объемными, более засушенными. Вот, там смысл такой, что в гедренную вену женщины вводится специальное вещество, которое по маточным артериям поступает к этим узловым образованиям, и под действием этого вещества узловые образования у нас высыхают, то есть питание там у них прекращается, они высушиваются, даже исчезают иногда полностью. И матка получается у нас нормальных размеров и нормальной структуры практически после такого вот лечения. А противопоказания им, да? Противопоказания там есть определенные, но их не так много. И методика достаточно безобидная, и, в общем-то, эффективная, и очень качественно все это проходит. Там, правда, специфика есть. Нужно, чтобы узлы, которые мы пытаемся удалить таким образом, были очень активного кровоснабжения. Чем они активнее кровоснабжаются, тем легче это кровоснабжение уменьшить и получить хороший эффект. Наталья, а посоветуйте, как врач. Вот если, допустим, пациентка пришла к одному, да, врачу-гинекологу, и обнаружили по там УЗИ, либо по осмотру на кресле, да, нужно ли сходить к другому такому же врачу, посоветоваться, если сразу назначили операцию или что-то под сомнением. Потому что очень часто бывают такие, встречаются ситуации, ставят какой-то диагноз, а потом через какой-то промежуток времени оказывается, что он был поставлен неправильно. Ошибочно. А так и бывает. У меня очень часто бывают такие пациентки, которые уже приходят с папкой анализов, с папкой исследований УЗИ, с папкой каких-то заключений, рекомендаций и назначений, которые говорят, я хочу услышать еще одно мнение. Есть такие случаи, и это правильно. Потому что два-три мнения всегда оно более полноценно картину нам покажет. И мы не ошибемся в выборе тактики. Часто случается такое, что женщина приходит, не говоря о том, что она уже где-то была, начинает рассказывать свою историю, осматриваемся, делаем УЗИ, пишу назначения, какие там надо сделать дополнительные обследования, и какие наметки на дальнейшую биографию этой женщины ей озвучиваю. И вдруг она мне говорит, а я уже знаю, я уже была, мне уже это говорили, мне уже вот то-то, то-то рекомендовали. Вот я очень довольна, что получила подтверждение. У вас то же самое. Да, и что вот, в общем-то, я свои все вопросы закрыла. Такое тоже бывает. Ну, и мы затронули уже разговор о народной медицине, да? Как вы, как врач, все-таки традиционной медицины относитесь к этому? Ну, вот вы пример привели, как пиявки, да? Ну, герудотерапия. Герудотерапия, да. Да, согласна. А вот если женщины используют советы, которые масса написаны в интернете, и по поводу даже меломатки, вот лечения, все-таки есть опасность того, что мы можем еще хуже себе сделать? Конечно. Я как скептик, я как врач, я вообще, конечно, против всяких этих вот самолечений, всех вот этих вот... Посмотрела в интернете и решила полечиться. Я, конечно, категорически против, и никогда это не советую. Не советую советовать никому. Ну да, да, серьезные такие... Герудотерапия, да, тут действительно есть механизмы, которые могут нам помочь в данной ситуации, ну, по крайней мере, не ухудшить проблему. Хотя, конечно, индивидуально, сколько людей, столько у них особенностей в организме, может быть, индивидуально у кого-то и проблемы могут и ухудшиться. Тут нужно рассматривать каждого человека вот в целом как уникальную систему, да. Залия Юрьевна, ну, а вот какие вот меры профилактики миомы матки? Что нужно делать, чтобы, ну, как-то минимально, как-то себя обезопасить? Да, стараться, чтобы не вмешиваться в свой гормональный фон, стараться не делать абортов, стараться не переносить каких-то резких гормональных мощных ударов по организму, то есть вот не использовать часто средства гормональной экстренной контрацепции. Сейчас же есть такие препараты, которые девушка принимает, чтобы предотвратить внеплановую беременность. То есть одномоментом пьется препарат, вот стараться не злоупотреблять такими препаратами, чтобы не сбивался гормональный фон, избегать стрессов, вести правильный образ жизни, не курить, не пить, не пить. А вот вы сказали о гормональной контрацепции, да? А если девушка, ну, принимает постоянно, да? Это не нарушение, это не... Там дело в том, что индивидуально подбираются препараты. Иногда мы даже рекомендуем, у кого есть тенденция к миоме матки или какая-то миома уже в небольшом размере присутствует, мы даже рекомендуем определенную группу препаратов, которые являются и контрацептивами тоже, вот, и они нам идут как бы лечебное назначение в данной ситуации. А так существует еще отдельное гормональное лечение, которое не является контрацептивным, тоже при миоме матки. Гормональный препарат непрерывно применяется, там разные группы есть препаратов. И в инъекциях, и в таблетированных формах, там очень много на самом деле. Нужно врачу просто индивидуально с каждой пациенткой эти вопросы обслуживать, обговаривать, конечно. Ну что же, мы благодарим нашу гостью Наталью Юрьевну и Млодик за содержательную беседу и полезные советы. Будем рады вновь видеть вас в нашей передаче. Ну а наша программа продолжается. Заметив у ребенка первые симптомы простуды, родители, как правило, начинают лихорадочно ее лечить всеми возможными способами. Но прежде чем приниматься за лечение, нужно правильно поставить диагноз. И это может сделать только специалист, поскольку за симптомами банальной простуды могут скрываться немало различных болезней. К тому же любая эпидемия, а в этом году она особенно серьезная, как известно, сопровождается паническим настроением среди населения. А чтобы не паниковать, нужно в первую очередь знать своего врага в лицо. Больше узнать о гриппе и о том, чего от него можно ожидать, нам сегодня поможет наша гостья. Врач-педиатр высшей категории Светлана Владимировна Силкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу. Ну и давайте сразу определимся, будем знать врага в лицо, как сказала Марина. Вот чем отличаются грипп, ОРВИ, ОРЗ? Вот как понять по симптомам, какое направление, что это за заболевание? Значит, различия уже заложены в аббревиатуре этих заболеваний. То есть ОРЗ – это остроэспираторное заболевание. То есть это широкий круг заболеваний, который включается в заболевания, которые вызваны не только вирусами, но и бактериями и грибами. Остроэспираторная вирусная инфекция, то есть эта инфекция вызвана вирусами. Соответственно, грипп – это может быть, да, вирусная инфекция. Это парагрипп, аденовирусная, риносинтезиальная инфекция. То есть это все группа заболеваний, вызванные вирусами. И симптомы, соответственно, да, если у нас... Как отличить грипп от ОРВИ, да? Ну, грипп, во-первых, это и есть ОРВИ, да? Есть ОРВИ, да. ОРВИ, да. В первые дни очень тяжело отличить, поэтому пациентам мы всегда рекомендуем, что всё-таки если самочувствие ребёнка, ну, я говорю, касается детей и взрослых, вызывает какие-то опасения, то есть это очень высокая температура, да, наличие признаков интоксикации, то есть это головная боль. Тошнота. Тошнота, может быть, да. Да, ломота, то есть как бы гиперстезия так, то есть мышцы болят, суставы ломят, да, и очень высокая температура. Всё-таки мы склоняемся, что это похоже на грипп, если в первые сутки. При этом катаральные явления, такие как заложенность носа, там, боль в горле, першине, кашель, это, значит, появляются такие симптомы только где-то на второй-третий день. То есть это всё-таки мы склоняемся, что больше грипп либо вирусная инфекция. Если же это острая респираторная инфекция, то на первый план, наоборот, выходят у нас катаральные явления, то есть респираторного тракта заболевания. То есть першит в горле, кашель появляется, он может быть сухой, мокрый, заложенность носа, насморк. Ну и температура при этом может быть невысокой. Хотя, в общем, различные бывают, так сказать, и заболевания, УРЗ тоже включает различную группу заболеваний. Всё-таки для постановки диагноза нужно обращаться к врачу. Грипп – это инфекция, значит, вот где-то кто-то чихнул, попала бацилла, бактерия, и ребёнок заболел. А ОРВИ – это простуда, ослабление иммунитета, да? Значит, ОРВИ – это вирусная инфекция, только вирусами. Значит, и грипп, и аденовирусная, и синтезиальная инфекция – это только при контакте с больным человеком, когда возбудитель попадает посредством верхних дыхательных путей, через верхние дыхательные пути. А вот ОРЗ – это респираторное заболевание, да, здесь могут быть, как включая в себя, и заболевания, вызванные бактериями, и вирусами, ну, и, так сказать, группа простудных заболеваний. Собственно, простудные заболевания – это, так сказать, обывательский термин, да? Или какие-то хронические заболевания. Это обострение хронических заболеваний, которое протекает на фоне пониженного иммунитета. Потому что у каждого человека есть своя флора, то есть, которая представлена в бактериальной флоре, то есть стриптококки, стафилококки, и вот при понижении иммунитета, которая возникает при возникновении вот этих вот температурных скачков. То есть своя флора, так сказать, поднимает голову, начинает расти. Вот вам и ОРЗ получилось. Вот и простудное заболевание. Как мы можем, как родители, могут помочь своим детям при первых симптомах? Давайте разделять ОРЗ и ОРВИ. Вот что первое? Если, допустим, высокая температура, это мы знаем, что вирус, да, предполагаем. Как её снижать? Как правильно снижать? Нужно ли самостоятельно снижать? До какого периода времени ждать? До каких градусов? Понятно. Значит, если родители обнаружили, что у ребёнка поднялась температура, если температура достигает субфибрильных цифр, то есть это маленькая, 37,1, 37,2, 37,3, такую температуру не надо снижать. Не трогай случай. Нет, потому что температура имеет защитное свойство. То есть при температуре 38 градусов и выше вирусы, бактерии, они погибают в организме. То есть это защитное свойство организма. Организм борется с внедрением вот этого агента чужеродного. Если же мы, у ребёнка поднялась температура 37, мы снизили, можно сказать, мы его иммунитет, в общем-то, к нулю. Ну, не снизили к нулю, но, в общем, не даём работать иммунитету. Работать организму, да. Поэтому считается, что если у ребёнка нет противопоказаний никаких, то есть это наличие в анамнезе судорог фибрильных, ну, такие родители знают свои дети, да? Тогда температуру до 38,5 градусов мы не сбиваем в домашних условиях. То есть мы не трогаем эту температуру. Можем давать обильное пельтьё, пожалуйста, да? Ребёнок постельный режим соблюдает, сидит дома, домашний режим. Не заставляйся кормить. Если температура имеет тенденцию к повышению, конечно, мы вызываем врача. Потому что даже за банальной температурой, сегодня она 37,1, да, температура, завтра она 38, завтра 39. Нет, врача всё равно мы вызываем, конечно, врач наблюдает, смотрит. Ну, и это же может случиться, например, и на даче, да? Где вы не можете ни скорую вызвать, и не будет у вас ни врача под рукой. То есть тогда вы смотрите. Если температура не имеет тенденции к повышению до таких вот очень больших цифр, то есть вы ребёнка поете, укладываете в постель, он соблюдает постельный режим, обильное питьё, ну и какие-то такие симптоматические, там, если нос потёк, нос капаете, горло першит, горло орошаете чем-то. Если же температура, значит, ниже, ну, такие цифры не очень высокие, но сохраняется тоже длительно, это тоже симптом, что это всё-таки бактериальная инфекция, но какая-то инфекция, с которой организм не справился. То есть если даже 37,1 температура, ну, она в течении на 5 дней, то есть тоже колокольчик, что нужно, чтобы доктор смотрел такого ребёнка. По поводу еды, нужно ли заставлять ребёнка есть, если он болеет? Это вопрос касающийся бабушек. Сейчас вообще вопросов сейчас, вот этот вопрос вообще дискутируется. Значит, одно мнение врачей существует, что не нужно кормить ребёнка. Нагрузка на организм. То есть да, как бы нагрузка на организм. А другое мнение, что ребёнку нужны силы для того, чтобы бороться инфекция. Поэтому всё индивидуально, да. Если же ребёнок относится к категории малоежек, есть такие дети, которые-то в нормальном состоянии не едят, конечно, вы его не заставляете есть. Обильное питьё, да. Но если ребёнок сам просит есть, даже при температуре есть, так как у детей, вот у него температура, а он лопает всё, да, пожалуйста, пусть он ест. Пусть ест. Да, да, потому что я тоже слышала, что голодом, что не надо давать есть, чтобы организм сам боролся. То есть пусть хочет кушать, пусть ест. Да, то есть сейчас мы как-то более индивидуально подходим. Хочет ест, не хочет, ну, не заставляем. Ну, питьё обязательно обильно. Ну, и сейчас хотелось бы затронуть тему прививок, потому что это очень распространённая тема. Все врачи говорят о том, что нужно делать прививки, прививки от гриппа в том числе. Но встаёт такой вопрос, что грипп мутирует, и, допустим, прививку в прошлом году, она уже в этом году не действует. Так получается, что каждый год делать прививку? Значит, среди, так сказать, методов профилактики, да, есть специфическая профилактика. То есть это вакцина профилактика. Единственный метод специфической профилактики против гриппа. Действительно, вирус мутирует очень часто. В течение трёх-пяти лет полностью происходит замена вируса. То есть как бы, кроме того, что вирус существует А, Б, С, значит, да, как бы у нас три вируса гриппа. Кроме того, вот в этих популяциях, даже в своих вот этих подвидах, он тоже мутирует, да. То есть это за счёт того, что изменяется, ну, как вам объяснить, антигенный состав вируса. То есть вот такие поверхностные вещества, которые вот как бы имеют свойство в организме прилипляться, так сказать, точкам приложения, они меняются. Соответственно, меняется вирулентность этого вируса. Но прививки делать нужно. И прививки, в общем-то, эмпирические. И по, так сказать, эпидемии года, в общем, учёные наши, которые вот разрабатывают, наши учёные зарубежные, прививка каждый год меняется, вы заметьте. То есть нельзя ставить, например, прививку от гриппа, вот в прошлом году купили, за последствием на 5 лет срок года нормального купили там много, и ставить нет. Нужно в сезон ставить то, значит, вакцину, которая выходит на рынок, потому что она выходит с учётом как бы прошлогоднего сезона, ну, немножко просчитывается эмпирически, значит, какой вот должен вот в этот момент вот вирус. Ну, конечно, могут быть ошибки, да, как бы. Это в поликлиниках делается, да? Значит, и в поликлиниках, и в коммерческих центрах, да, делается вакцинация. И там осведомлены, значит, какая... Вакцина поступает только, вот понимаете, она только из года в год поступает. Вот она поступила в сентябре там, да? Мы должны в течение, значит, где-то там месяца эту вакцинацию населения провести до, так сказать, где-то, чтобы у нас был до подъёма вируса гриппа один, ну, тире три месяца. И вакцина поступает каждый год. Она немножко вот разна по индигенному составу. То есть с учётом вот всех этих... Есть опыт, значит, мы... Ребёнок заболел, нам врач выписал лекарства, там, не знаю, называть маркер бетон, там, не знаю, что-то такое. Противовирусные, да? Да, противовирусные, да. И мы даём, ребёнок выздоровел. В следующий раз, если ребёнок заболевает, мы уже думаем, вызывайте ли врача, я выдам те же препараты. Можно ли это делать? Будут ли они действовать? Будут ли они действовать. Значит, смотрите, значит, во-первых, всё тоже нужно подходить индивидуально. Если ребёнок маленький, то есть дети до трёх лет обязательно должны осматраться врачом. Потому что осложнение детей первого года жизни особенно, они могут вообще в течение 8 часов наступить. То есть он с утра просто температурил, к вечеру у него может быть внимание, понимаете? То есть для детей младшего мы вообще не рассматриваем, то есть самолечение. Если же дети более старшего возраста, да, например, и ребёнок видит, что у него нет ничего криминального, то есть температура у него невысокая, негектическая, ну, такая 37,1-37,5, и, в общем-то, нет признаков интоксикации. Вы можете его на 1-2 дня дома задержать, понаблюдать за ним, потом вызвать врача. А вот применение уже медикаментозных средств, именно противовирусных средств, да, то есть которые на вирус воздействуют, это тоже всё-таки задача врача. То есть вы можете использовать симптоматические средства, вы можете, значит, также как бы любить физические методы, да, то есть как бы ингаляции, там, может быть, обтирание, что-то делаете. Обильное питьё, вот это, да, пожалуйста, в домашних условиях можно сделать, но опять-таки не затягивать. Если вы видели, что помогает, да, ребёнок идёт, ну, это одно. А если вы видите, что вы делаете, и, в общем-то, никакой динамики нет, конечно, всё равно нужно обращаться. Ну и что касается антибиотиков, тоже важная тема. Вот кто принимает решение о назначении? Может ли мама пойти, купить антибиотики, которые в прошлый раз ей прописал врач при таких же симптомах, и давать ребёнку? Значит, назначает антибиотики однозначно только врач. Значит, во-первых, даже бытует мнение, вот я сейчас выпью антибиотик, да, и у меня не будет осложнений, всё неправильно. Если, конечно, это бактериальная инфекция, и мама, дай бог, попала, так сказать, как у нас врачи говорят, мы попали с антибиотиком в ЦИИ, да? Да, да, да. Поможет антибиотик. А если это вирусное заболевание? Антибиотики на вирусы не действуют. То есть все осложнения возникают при вирусных инфекциях где-то на третий, второй, четвёртый день. Если вы с первого дня вирусной инфекции даёте антибиотик, никакого действия, ему не на что оказывать действия. Только лишняя химия в организме? Конечно, ещё аллергизация организма, может быть, ещё обратная реакция, да, как бы там бывает со стороны желудочно-кишечного трактора различные реакции, видите, там, жидкого стула. Можем ещё как бы хуже сделать. Поэтому всё-таки решение принимает доктор. Во-первых, хотя мы антибиотики доктора назначаем эмпирически, да, но всё-таки с учётом симптомов, с учётом их знаний, какие антибиотики, на что действуют. Антибиотики, не все антибиотики, не может один антибиотик действовать на всё. На всё. Хотя и написано «широкий спектр». Широкий спектр, но там надо смотреть, грамма отрицательной флоры, грамма положительной флоры. Ну, то есть всё-таки специалист врач в этом избирается лучше. Конечно, конечно. То есть я не советую маму вообще идти вот так просто. И даже у фармацевтов, я нас спрашиваю, что мне лучше по аптеке. Да, в аптеке часто спрашивают. У меня там в аптеке. Ну, во-первых, аптекарь, да, он выполняет свою функцию. Он выдаёт лекарства по рецепту врача, по назначению врача. То есть у каждого своя функция должна быть. Хотела бы, Марин, спросить про профилактику детей. Как защитить? Эпидемия, да, но всё-таки какой должен быть образ жизни ребёнка? Закаливание. Как его начинать правильно закаливать? Значит, профилактику, неспецифические методы профилактики, как раз закаливание никто не отменял. То есть как бы закаливание... Хотя сейчас очень тяжело, я понимаю, что все занятые, родители работают, бабушки все работают, да, как бы очень тяжело. Но если есть такая возможность у родителей, нужно всё-таки, конечно, закаливать детей. Потому что кроме закаливания, значит, закаливание, во-первых, полезно не только для профилактики вирусных инфекций, да, как бы, ну и вообще как бы для поднятия иммунитета у ребёнка. Тяжело закаливание начинать. Это очень кропотливая работа, ведь начинается с низких температур, значит, с тёплых температур. Да, как бы дети не нравятся, это всё постепенно, всё. Ну, методики есть, то есть как бы за две минуты я это не расскажу. Кроме закаливания, правильное питание. Хотя сейчас мы тоже все вроде забыли про это, но всё равно. Это состав, да, биологический состав пищи, то есть наличие витаминов, макро-микроэлементов, белки, жиры, углеводы. То есть всё, что нужно. Сбалансированное питание, правильный режим труда и отдыха. То есть чтобы за уроками ребёнок там сгорблен 10 часов не сидел или за компьютером. Не переутомлялся тоже. Точно, да. Переутомился он, покушал, погулял, там, сходил, опять там приступил к своим выполнять свои занятия. То есть это тоже. Ну и мне хочется услышать, как отврачат вас, что когда ребёнок болеет, не нужно закрывать все окна двери, укутать и давать только пить. И сидеть все вместе, да, в дужной комнате. Не знать, да, всё-таки проветриваем помещение, помещение увлажнять, вот эта вот гигиена вот такая. Если очень сухо, то есть вот наш зимний период, да, центральное отопление, обязательно увлажнение воздуха. Сейчас очень много инизаторов воздуха. Есть бактерицидные лампы, которые включаются даже в присутствии людей, можно включать. Проветривать нужно часто. То есть можно ребёнка просто удалить из этой комнаты, перевезти в другую комнату. Проветривайте помещение, пожалуйста, да, как бы. Одевайте вы тоже. Чем больше укутываете, тем вы больше задаёте, так сказать, воздушную подушку, эту баню. Вы его там парите просто-напросто. То есть тоже одеваете по состоянию ребёнка. Спасибо. Спасибо большое за участие в нашей программе. Надеемся, что наши детки будут меньше болеть. Спасибо. Спасибо. А мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня была врач-педиатр высшей категории Светлана Владимировна Силкина. Ну, а наша программа на этом подошла к концу. С вами были Марина Яковлева. И Анна Березина. До встречи. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!